И мы хотим пригласить Регину. Давайте похлопаем. Мазальтов Регина. Самое важное, чтобы и папа присоединился. Чтобы быть вместе с дочерью в самое волнующее время. Я хочу пригласить их взять книгу Торы и пройтись по залу и принести нам сюда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Бару Шем Кевод Махуту Пожалуйста, все вместе возьмите свои Библии и мы будем следить за Параша Шבוע которая будет читать Регина. Если я не знаю, Параша Харимот это в сфер Вайкра 16 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сегодня я хотела поговорить после понедельника, главе «Эхраимот». Я училась вместе с Моше и много готовилась, и я хочу сегодня дать небольшое толкование. Сегодня тема, про которую я хотела поговорить с вами, это «Вера». Что значит «Вера», в чем смысл, зачем нам она нужна? Есть много видов веры, есть вера в Бога, есть вера в молитвы, есть вера в разные другие вещи. Эмона что Бни Исраэль дают, эмона в Бога. Эта вера, в которой живут сыны Исраэль, это вера в Бога. Мы должны быть уверены ему, все. Мы покрываем ему, мы даем ему все веры, мы даем ему то, что он от нас просит, для того чтобы быть его детьми. И, Вера, почему мы верим в Бога? Мы дети его, мы сыны Израэльевы, он вынавил у нас из Египта, он сделал столько чудес в нашей жизни. Мы в этой главе «Эхраимот» видим, что мы приносим жертвы Богу. И так мы должны в своей ежедневной жизни жертвы для него не приходить к нему просто когда нам хочется. Я не думаю, что достаточно того, что мы приходим к Богу только когда у нас есть настроение, когда нам хочется и вот нам захотелось, мы пришли. Я думаю, что вера в Бога это самое важное, что есть в нашей жизни. Я уверена в Бога, и я должна уехать это. Я даю ему все для того, чтобы получить его любовь. Спасибо за то, что вы меня слушали. Я хочу пригласить всю семью, маму и сестренку. Я очень рада, что вы все здесь. До того, как мы помолимся и благословим, я хочу сказать тоже несколько слов. Если вы обратили внимание, когда Регина проносила по залу Тору, мы бросали на нее конфетки. И мы, я желаю, чтобы ее жизнь, ее хождение с Торой было сладкое. Чтобы она была рада, что она верующая. Чтобы она радовалась тем словам, которые она провозглашала. И что бы ее дорога была сладкая. Вы увидите, что ее папа будет сопровождать ее всю ее жизнь. И сейчас, в момент, когда она проносила ее в Тору, она была в Толите. Это не потому, что он просто любит ее. Но потому, что у родителей есть ответственность большая за их детей. Особенно у отца. Потому что у отца есть право от Господа провозгласить или благословить, или проклясть. Если отец провозглашает для своей дочки, что ты моя красивая, умная и благословенная дочь, так оно и будет. И даже когда дети, по своей глупости, говорят всякую ерунду про себя, но у отца есть власть отменить это и сказать, нет, такого с тобой не будет, с тобой будет так и так. Это очень большая ответственность. И я очень надеюсь и верю, что Регина будет всегда радостью для своих родителей. Я приглашаю вас, чтобы мы благословили эту семью. И отпустите Регину во взрослый мир с вашим благословением. Господь, мы благословляем Регину во имя Ишуа Машеха. Ба коах. Силой. Бабриют. Здоровьем. Басимха. Радостью. Бахохма. И мудростью. Чтобы она была отличной женщиной. Для того мужчины, которого ты уже приготовил для нее и готовишь. Чтобы она была как Сара. И Ривка. Чтобы она была радостью и в своей жизни, и в жизни ее родителей. И мы благословляем ее родителей всем хорошим, что есть на свете. Благословениями с небес. Благословениями на этой земле. Бахохма. Ба ована. Медростью и пониманием. Чтобы они врастили тебя в страхе Господнем. И чтобы у них между собой была хорошая и сильная связь. И чтобы ваше времяпровождение вместе всегда было в радости. Всю жизнь. Благословляем Сиона. Ба шем Адонай. Во имя Господа. Аминь. 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 Азальто!